День защитника отечества Празднуют не во всех странах Поэтому рынок в большинстве своем Поведет себя так же, как и всегда Итак, поехали Начнем с S&P 500 S&P 500 пока продолжает отрабатывать По нашему основному сценарию Напомню, что несколько дней назад Мы рассматривали После образования формации Вложенного дня Спуск к нижним нашим целям По ликвидности И затем восходящее движение К верхним границам Сейчас пока что мы видим, что мы Оттестировали целевой диапазон Вернулись снова к целевому уровню И пока что не можем обновить Локальный максимум Поэтому рассматриваем основной сценарий На пробой локального максимума Здесь возможна небольшая коррекция И продолжение восходящего движения В случае же, если все-таки мы будем С вами спускаться и Пробивать Локальный минимум Сегодняшней Азиатской торговой сессии Закрепляться ниже уровня 38.78.52 Здесь стоит рассчитывать На снижение Какие у нас могут быть Границы снижения Ну, с учетом того, что В принципе у нас есть Ближайшая проторговка Можно ее отметить Как ключевой Диапазончик По снижению То есть, если цена пойдет вниз То с большей вероятностью Здесь мы также остановимся Для того, чтобы немного Пободались у нас быки и медведи А дальше уже Будем смотреть по факту Если цена будет закрепляться Ниже трендовой наклонной линии То пойдем дальше на снижение Если будет пробивать И закрепляться выше То пойдем к нашим верхним целям Евро-доллар продолжает Краткосрочный восходящий тренд Хотя сейчас он уже более Напоминает среднесрочный Поскольку максимум прошлой недели У нас успешно пробит Сегодня ночью И ближайшие цели Находятся в районе 1.21.79 1.21.93 Здесь же, как вы видите У нас сосредоточены Некоторые стоп-лоссы участников Они, конечно, не такие объемные Как те, что были пробиты Сегодня ночью Эти стоп-лоссы у нас Образовались еще на прошлой неделе Но, тем не менее От этой котировки У нас также возможна реакция Поэтому рекомендую С текущих позиций Не предпринимать никаких действий По входу в сделку Дождаться движения цены К одной из границ Либо это будет Нижняя граница целевого диапазона Откуда можно будет Отработать коррекцию К ключевому уровню поддержки Либо это как раз будет Спуск цены К ключевому уровню поддержки Здесь у нас также имеются стоп-лоссы И от него уже принять решение По ходу в восходящем направлении Приоритетное направление У нас именно смотрит Пока что в лонг По структуре движения Ближайшая цель Находится в районе 1.22.39 Но, конечно же, не факт Что мы до этой цели Дойдем без коррекции Коррекции мы регулярно Выполняем Причем Достаточно такие Неплохие коррекции Порядка 25-30 пунктов В данном случае даже вышло 53 пункта Поэтому судите сами Рассматриваем движение в лонг И затем коррекционное движение К одному из ключевых уровней 1.21.20 Это еще один ключевой уровень поддержки Однако он находится За наклонной трендовой линии Поэтому рассматриваем В первую очередь Более близкий Фунт доллар Продолжает штурмовать вершины Дошел до очередной цели Это структурный диапазон И здесь видим Что была предпринята попытка Пробить этот диапазон вниз Конечно же Хочется дождаться Неплохой коррекции Для того, чтобы по более удачной цене Запрыгнуть в этот идущий В восходящем направлении поезд Поэтому обратите внимание Наиболее интересная область Исходя из последних формаций коррекции У нас находится между границами 1.40.05 1.40.17 При спуске цены сюда Это первая зона Откуда я рекомендую Покупать Если вы намерены и дальше Придерживаться Сделок в лонг И два ключевых уровня поддержки 1.39.79 1.39.26 Однако хочу вас предупредить Что фунт действительно Уже очень высоко забрался И какой бы то ни было Глубокой коррекции У нас не было давно Плюс мы находимся В районе верхней границы Трендового канала Поэтому техническая коррекция Несмотря на положительный Для фунта фундаментальный фон Может последовать В любое время Если вы до сих пор Стоите в длинных позициях Рекомендую вам их обезопасить Пододвинув стоп лосс В плюсовую зону Следующая цель Вверху находится В районе 1.4148 1.4176 Это конечно же Не последняя цель Если структурно Цена продолжит двигаться Так как она двигалась До этого Мы можем ожидать Повышения До 1.4199 Уже на этой неделе Но пока что Рассматриваем Именно такой сценарий Это снижение В случае пробоя Трендовой линии После закрепления Можно пробовать Входить в шорт На коррекцию До ближайшего Ключевого уровня Поддержки Или до Ближайшего Целевого диапазона 1.3786 1.38 Ровно Доллар японская иена Оттестировал Очередной ключевой уровень Здесь же у нас Находился и ключевой диапазон И пока что Мы видим Доллару по отношению К японской иене Укрепляется Поэтому ожидаем С текущих позиций Повышения В район 105.312 Отсюда Будьте внимательны У нас возможно Реакция Потому что Здесь у нас Есть Область В том числе И по последней Формации Коррекционного движения И более дальние цели Это 105.479 105.515 Эти цели На сегодняшний день Максимум На завтра От них Мы будем с вами Ожидать следующего Если здесь Мы можем ожидать Какой-то реакции То от 105.479 105.515 Мы можем с вами Даже увидеть Развороты Продолжение Нисходящего движения Цель По нисходящему движению Ближайшая 104.847 Если же мы Все-таки Пойдем пробивать Этот диапазон Наверх То здесь Стоит Ожидать движение Ну как минимум К ключевому уровню 106.007 А дальше Уже будем Смотреть По факту Движения цены Более дальний Диапазон Снизу 104.583 104.718 Но его Мы достигнем Только после того Как закрепимся Ниже Сегодняшнего Локального Минимума Это котировка 104.910 Доллар Канадец Пока что Пребывает В своеобразном Флете Вчера Мы сходили Точно По тому Сценарию Какой Прогнозировали Достигли Нашего Ключевого Уровня Вот этого Именно Уровня 126.379 И с небольшой Погрешностью В 15 пунктов У нас была Прекрасная Точка Входа На потенциал Порядка 45 пунктов Ну если бы Подождали Подольше Забрали бы Даже Порядка 53 пунктов Тем не менее Сейчас Чего следует Ожидать Ну во первых У нас Пока что В связи с тем Что цена Не пробила Локальный минимум Появляется Два сценария Основной сценарий Это продолжение Восходящего Движения С целью Достижения Диапазона 1.27.06 1.27.17 Я все таки Рассчитываю Что цена Пойдет Именно по Структуре Старшего Таймфрейма И сейчас Сделает Коррекционное Движение На ту размерность Которая у нас Была до этого Но если вдруг У нас Доллар Продолжит Катастрофически Слабеть И в том числе По отношению К канадскому Доллару То здесь Следует ожидать Сценария Пробоя Локального Диапазона 1.25.62 1.25.78 Закрепление Ниже Котировки 1.25.79 И поход К более дальним Нижним целям По Краткосрочному По Краткосрочной Формации Диапазон 1.25.03 1.25.33 Однако Обращаю Ваше внимание На то Что здесь Ниже Локального Миниума Находится Очень много Стоп-лоссов И Они как раз Находятся В ключевом Диапазоне Поэтому Здесь борьба Может развернуться Не на шутку И все-таки Быки Могут Переломить Ситуацию В этом случае У нас Структура Движения Не сильно Изменится По-прежнему Будет актуален Поход Именно в этот Ключевой Диапазон Поэтому Будем Придерживаться Этого Сценария Как основного Доллар Франк Вчера Неплохо Походил Пробил Наш Целевой Диапазон Спустился До ключевого Уровня Поддержки И сейчас Пока Продолжает Оставаться Возле Него Поэтому Сейчас Рекомендуется Здесь Делать Следующее С текущих Позиций Агрессивно Можете Залететь В лонг На ослабление Швейцарского Франка Стоп лосс Здесь будет Относительно Небольшой Порядка 12 пунктов Но это Повторяю Еще раз Будет сделка Агрессивная Если вы Хотите Более точечную Сделку То рекомендую Вам дождаться Какого-то Наступление Какого-то События Более точного Это Либо Снижение До уровня 0.8923 Либо Это Пробой Локального Максимума И целью Будет В этом Случае Достижение Диапазона 0.9049 0.9065 Если же Цена Пойдет До Нижнего Уровня Поддержки И будет Закрепляться Ниже Котировки 0.8932 То есть Не пробьет Эту котировку А пойдет Дальше То в этом Случае Мы будем С вами Ожидать Движение Вниз К Уровню 0.8857 И в дальнейшем На Пробой Минимума Прошлой Недели И на Обновление Глобального Минимума Австралиец Доллар Вчера Под конец Рабочего дня Оттестировал Наш Ключевой Диапазон Который мы С вами Отмечали Сегодня На Тихоокеанских Торгах Оттестировали Краткосрочный Целевой Диапазон То есть По факту Мы сейчас С вами Видим Что у нас Краткосрочные И среднесрочные Цели Успешно Оттестированы Поэтому Сейчас Я бы С большей Вероятностью Подождал Коррекции Коррекция У нас У нас Здесь Может К ключевым Уровнем 0.78 57 0.78 19 Либо На Предыдущую Размерность Измеряем Предыдущую Размерность И видим Что в принципе Мы плюс-минус Приходим К К уровню Минимальной Коррекции Поэтому Логично Будет Дождаться Подход Цены К этому Уровню И затем Встать В сделку На продолжение Восходящего Движения Более Дальние Цели Среднесрочного Характера У нас Находятся На Уровне 0.80 86 0.81 34 Однако Будьте Внимательны Австралиец Так же Как и Фунт Стерлингов Очень Долго Шел Наверх Но В отличие От Фунта У нас Недавно Была Неплохая Коррекция На 260 Пунктов Поэтому В принципе Запас Хода У Австралийца Несмотря На его Казалось Бы такое Стремительное Восходящее Движение Все еще Есть Поэтому Мы можем Двинуться Дальше После Небольшого Отката Новозеландец Доллар Пока еще Не может Достичь Своих Среднесрочных Целей Пока что Мы Тестировали Только Краткосрочные Здесь Так же У нас Возможно Коррекция К одному Из ключевых Уровней 0.72 62 0.72 2 0.72 22 И Так же Здесь Стоит Обратить Внимание На Вот этот Зеркальный Уровень Который До сих пор Остается Неоттестированным Ближайшая Цель Сверху 0.73 49 0.73 71 Более Дальняя Находится В районе 0.74 45 0.74 72 И Здесь Я бы Рекомендовал Так же Не предпринимать Действий С текущих Позиций А подождать Какой-то Развязки Но Любители Экстрима Любители Агрессивной Торговли Вы можете Залетать В сделку Уже Прямо Сейчас Как мы Видим Сейчас У нас Пока Цена Тестирует Линию Поддержки Круто Направленную Поэтому В принципе Если вы Хотите То можете Залетать В сделку Хоть Сейчас Но Я бы Не рекомендовал Так Делать Золото Здесь Здесь У нас Идея Следующая Мы Пока Что Идем По Сценарию То есть Как Я и говорил 19 Числа Мы Идем На Выполнение Нашей Коррекции Согласно Вот Этой Структуре То есть Мы Берем Последнее Коррекционное Движение В данном Случае Вот оно Это Движение И Смотрим Куда Мы С вами Должны Прийти Плюс Минус Здесь Нам Показывается Уровень 1830 97 Согласно Предыдущей Размерности Также Мы Видим Что У нас Здесь Есть Целевой Диапазон И Есть Несколько Целей По Ликвидности 1831 25 Уровень Который Четко Совпадает С тем Который Мы Построили С помощью Простого Метода Определения И Соответственно Диапазон 1833 63 1836 16 Поэтому С большей Вероятностью Я Склоняюсь К тому Что Золото Будет Расти При этом С текущих Позиций С учетом Вот такого Структурного Движения У нас Возможно Небольшая Коррекция В район Котировки 1801 23 Либо К одному Из уровней 1799 30 1791 36 А отсюда Уже Можно Будет Рассматривать Какие-то Сделки В лонг Да С целью Достижения Наших Диапазонов Ключевых Это будет Наш основной Сценарий Альтернативный Сценарий Это падение Золота Которому Ну пока что Нет никаких Практически Фундаментальных Оснований Для этого Но тем не менее Будьте Внимательны Если золото Будет Спускаться И Закрепляться Ниже Котировки 1791 36 То в этом Случае Мы можем Пойти К нижним Целям Это 1727 69 1737 60 Но этот Сценарий Наименее Вероятен Серебро Продолжает Идти По По нашему Сценарию Как мы Прогнозировали Сначала Оттестировали Нижние Диапазоны Ликвидности И пошли К верхним Верхние Также Успешно Оттестировали То есть На текущий Момент У нас Здесь Фактически Оттестированы Все зоны По ликвидности И Можно сказать Что достигнут Некий Паритет Теперь Мы будем С вами Ожидать Следующего С текущих Позиций Я ожидаю Коррекцию К одному Из ключевых Уровней 27 Возможно Что Коррекция Это Уже Состоялась Вот к этому Зеркальному Уровню Как мы Видим Здесь Был Небольшой Откатик И С текущих Позиций Мы сразу Пойдем В лонг 28.58 Наша Ближайшая Цель Более Дальняя 29.12 29.43 И Рассматриваем Этот сценарий Как основной Именно Движение В лонг Также Можно Себе Отметить Ориентир В качестве Трендовой Линии Наклонной Как мы Видим Она Тоже Круто Направлена Так же Как У одной Из валют Которые Мы Рассматривали И При подходе К ней Можно Пробовать Дальнейшие Покупки Нефть Нефть Марки Бренд Несмотря На Такой Стремительный Подъем Продолжает Штурмовать Вершины Говорили Мы Вчера О том Что У нас Рисуется Еще Одна Проторговка И От того Куда Мы Ее Пробьем Будет Зависеть То Куда Пойдет Цена В итоге Пробили Мы Ее В восходящем Направлении Нефть Обновила Еще Раз Глобальный Максимум За последние Несколько Месяцев И Уверенно Идет К Следующей Цели 67 26 67 72 Ключевые Уровни Поддержки 64 81 63 78 Поэтому Рекомендую С текущих Позиций Рассматривать Именно Движение В лонг Ну а Соответственно При подходе К одному Из ключевых Уровней Усреднять Свою Позицию Более Дальний Диапазон Это 70 03 74 90 Это Диапазон Глобальный Дневного Таймфрейма Поэтому Будьте Внимательны Если От Локального Диапазона Мы можем С вами Ожидать Просто Какой-то Коррекции Отката То в Глобальном Диапазоне Я все-таки Рекомендую Искать Какие-то Разворотные Паттерны Наподобие Того Которые Мы видели На Прошлой Неделе То есть Здесь У нас Была Неплохая Точка Входа Паттерн Такой Достаточно Простой И Потенциал Составил Порядка 255 Пунктов Соответственно Здесь Может быть То же самое Но потенциал Гораздо Выше Благодаря Тому Что Диапазон Именно Дневного Таймфрейма Доллар Рубль Вчера Сходил Наверх Оттестировал Наши Цели Которые Мы рисовали Еще На прошлой Неделе И После Этого Как мы Видим Не удержался И снизился Здесь Была Тоже Очень Красивая Картинка Которую Можно Было Использовать Как Разворотный Паттерн То есть Мы Наблюдаем С вами Вот Здесь Вот Это Был Наш Уровень И Видим Что Поплясали Вокруг К него Затем Улетели Вниз Закрепились И ушли В нисходящем Направлении Достаточно Техничное Движение И сейчас Пока Рубль Продолжает Укрепляться Поэтому Идея Здесь У нас Следующая Один Ключевой Уровень Поддержки Мы пробили Ждем Когда Цена Подойдет К следующему Это Будет У нас Коррекционное Движение Согласно Последней Структуре И отсюда Мы будем Пробовать Еще Раз Покупать Доллар Относительно Российского Рубля Санкции Сегодня Еще раз Евросоюз Подтвердил Что будет Вводить Санкции Против России Из-за Ситуации С Навальным Поэтому Вполне Возможно Что мы Увидим Реакцию На Введение Этих Санкций На наших Графиках На наших Котировках На стоимости Российского Рубля По отношению К доллару И евро И поэтому К этому Нужно Быть Готовы Если же Сегодня Мы будем Пробивать Этот уровень Ниже 73 79 То в этом Случае У нас Произойдет Слом Тренда И скорее Всего Мы пойдем С вами Вниз К нашим Более Дальним Нижним Целям 7161 7201 Будьте Пожалуйста Внимательны И Обязательно Используйте Мани Менеджмент И риск Менеджмент В вашей Торговле Это все Торговые Идеи На сегодня Еще раз Поздравляю Всех Мужчин С праздником 23 февраля День Защитника Отечества И желаю вам Хорошего дня И удачной Торговли Пока